Актер драмтеатра Федор Степаненко на сцене кинотеатра «Треугольник». Перед показом в видеоверсиях спектакля «Месье Амелькар или человек, который платит» рассказал зрителям, как шли репетиции, кто играл из актеров. Одна из ролей досталась ему. Генале Машу – бомж, который за деньги стал другом французского миллионера. Купил себе Амелькар и семейное счастье. Жена – безработная актриса Элеонора, дочь – проститутка Вирджиния. Чем обернулась в итоге эта афера, зрители увидели снова, но не на сцене, а на киноэкране. Спектакль уже несколько лет как вышел из репертуара драмтеатра. Я сам снова смотрю, и я очень бы хотел, чтобы больше людей приходило, потому что люди говорят, люди интересуются, люди хотят. И по определенным причинам мы не можем, но есть кинозал, есть художественный, есть в конце концов телевидение, и благодаря этому мы можем возбудить какие-то чувства, которые уже не смогут возникнуть. И здорово, что так получилось, и я надеюсь, что катарсис происходит. Михаил Трифонов, директор музея Высоцкого в Самаре, пришел на видеоверсию спектакля насладиться игрой актеров и режиссерской работы Вячеслава Гвоздкова. Он его поклонник, видел почти все его работы, но на сцене месье Амелькара посмотреть не успел. Ну, я пришел с любопытством посмотреть, потому что я слишком много об этом слышал, много раз слышал. И очень большая радость, вот заранее предупрешаю, что люди сняли, успели снять. Спектакль больше, конечно, никогда не пойдет, но вот мы можем только увидеть его на экране. Заняты замечательные актеры Борисов, Романенко. С удовольствием посмотрим. Видеоверсии спектаклей драмы в кинотеатре «Треугольник» проходит регулярно, и в этом году зимне-весенняя сессия продлится до мая. Спектакль «Они умирают», особенно такие замечательные спектакли в постановке Вячеслава Гвоздкова. Вот уже два года его нет с нами, но мы рады, что сейчас мы смотрим его творение. Премьера спектакля «Месье Амелькар» или «Человек, который платит» прошла в 2005 году. Видеозапись сделали в это же время. Кинотеатр «Треугольник» позволяет самарскому зрителю вернуться в прошлое и увидеть то, чего уже нет на сцене драматического. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...